Друзья, всем привет! Сегодня у нас Renault Sandero Stepway, автомобиль первое после небольшого ДТП и второе, как следствие, после небольшого кузовного ремонта. По крайней мере, эту информацию сообщил мне владелец автомобиля, а ему, в свою очередь, эту информацию сообщил продавец, который продал сегодняшнего Stepway, который мы с вами будем смотреть. Я уделил буквально несколько минут для предварительного осмотра автомобиля до начала съемки и наметил минимум два интересных момента, на которые мне хотелось бы обратить сегодня ваше внимание. Давайте посмотрим масштаб проблемы и определим, насколько небольшой кузовной ремонт на самом деле был по сегодняшнему Renault. Начнем осмотр с тех мест, которые заведомо для нас являются проблемными. Изначально нам известно, что вторично окрашено заднее левое крыло, задняя левая дверь и, соответственно, задний бампер. На самом деле, скрыть вторичную покраску крыла и двери вряд ли удалось бы. Если вы посмотрите на качество покраски, на эти ямки, кратеры, какие-то вкрапления, здесь, скорее всего, использовали так называемый прием полуправды. То есть, вот, показали то, что очевидно, для того, чтобы скрыть гораздо большие проблемы. Итак, будем отплясывать именно от этой локации. Раз, два, три, четыре. Трещина на шпаклевке в районе крыши уже ничего хорошего. Она нам не обещает и не предвещает. Если заглянуть в колесную арку, видим новые рычаги подвески. Я, конечно, понимаю, что подвеску можно поменять, можно заменить рычаги, но когда одно ко второму и дополняется это третьим, уже вырисовывается определенная картина. Дальше переходим к осмотру багажника. Поднимаем крышку и что мы с вами можем наблюдать? Как раз тот самый момент, который я хотел вам показать изначально. Посмотрите, пожалуйста, на левую сторону, как сделана левая сторона. И посмотрите, пожалуйста, как сделана правая сторона. Практически две идентичные части. Они очень похожи между собой. Но, если присмотреться более детально, на левой стороне, то есть по левому крылу, точка не настоящая. Она нарисована. Раз, два, три. И я вам скажу еще больше. На самом деле такое случается несколько реже при осмотре, чем нарисованная точка. Герметик также вылеплен вторично. То есть вот этот герметик, он очень похож на заводской, но он не оригинальный. Посмотрите, пожалуйста, как выглядит оригинальный герметик. Он немножко тоньше сам по себе и он немножко уже. Но форма та же самая, те же самые срезы, в тех же самых местах проходит герметик. И точно так же обратите внимание на точку, как выглядит точка на заведомо заводском элементе. Дальше осматриваем крышку багажника. С внешней стороны можно даже не смотреть на крышку, там ничего интересного мы с вами не увидим. Но если посмотреть внутреннюю часть, во-первых, видны напылы, видны множественные косяки, разводы и какие-то подтеки при покраске. Но точно так же мы с вами можем наблюдать герметик, который вручную вылепили вдоль практически всей крышки багажника. Вот вы можете посмотреть, например, на вот этот вот отрезок. Вот здесь заводской герметик. А дальше начинает вот этой петли и буквально вдоль всей крышки багажника герметик самолепный. Вот просто как пельмени лепят, пельмени, какие-то пирожки из теста. Точно так же кто-то скрутил колбаску, прилепил, придал форму, высушил и покрасил. Соответственно, крышка точно так же ремонтная и вторично окрашенная. Так, из того, что бросается сразу же в глаза. Вот замечательный контраст и опять же замечательный пример. Посмотрите, пожалуйста, на вот эти вот места на задних крыльях. На левом крыле нет абсолютно ничего. Есть краска, есть глянец. Причем, обратите внимание, краска, она действительно глянцевая. Такого быть не должно. Но посмотрите на правое крыло, как выглядит, во-первых, краска, она более матовая, у нее другой оттенок. Но самое интересное, это не то, что краска матовая. Самое интересное, то, что на крыле есть штамповка Рено плюс номер. То есть по правому крылу мы видим, что оно оригинальное. Оно не крашеное, оно не ремонтное. А вот если посмотреть именно по левому крылу, мы видим, что под шпаклевкой, под краской затерялась штамповка Рено, затерялся номер. Это точно так же при первичном осмотре могло бы очень так ярко и весомо броситься в глаза. Я пока не буду делать выводы насчет внешней окраски. Хотя нет, я уже готов сделать выводы. Внешняя часть крыла, она точно так же заводская. Дальше, что мы с вами можем увидеть и какую ценную информацию мы можем получить. Но опять же, сравните, пожалуйста, как заканчивается герметик. То есть вот здесь вот герметик заводской. Он, ну, скажем так, размазан вот в такой вот форме. А здесь герметик самолепный. Он размазан несколько иначе. По правой стороне четко виден нахлёст панелей. По левой стороне мы с вами этого не наблюдаем. Задняя часть этого автомобиля на самом деле просто кладезь каких-то интересных моментов. И она для нас является очень информативной частью автомобиля. Перейдем к осмотру внутренней части багажника. Панель вот эта вот, она не должна быть такая яркая, глянцевая. Она красится несколько иначе. Опять же, если обратить внимание на точечную сварку, она едва видна под вторым слоем краски. Герметик не заводской, как с левой, так и с правой стороны. И при осмотре внутренней части можно заметить, что черный кронштейн, белая наклейка, пучки проводки, они слегка подкрашены красной краской. Над уплотнительной резинкой видна шпаклевка, подтеки на краске. Не будем скромничать. Нам дали карт-бланш. Разрешили разобрать все в пределах разумного, чем мы, собственно говоря, и воспользуемся. Посмотрите на вот это вот место. Запомните, как быть не должно. Посмотрите на вот это место. Так тоже быть не должно. Шпаклевка, шпаклевка и вторичная окраска. Кстати, вдоль крыши должна быть точечная сварка. Вот где-то она есть, ее ореол проглядывается, а вот в этом месте нет даже ореола. Снимем уплотнительную резинку. Вполне предсказуемо. Кстати, да, вполне предсказуемо. Я резинку еще не снимал. Те точки, которые я вам показывал, нарисованные точки, я видел исключительно по заднему крылу, но в дверном проеме точно так же присутствуют нарисованные точки. Посмотрите, как все это мило сделано. Вот здесь вот две точки, чтобы наверняка. Так, здесь две точки. Здесь также две точки. Вот это уже совсем печальные признаки. Точно такая же мультяшная точка вдоль всей стойки. Вдоль всей стойки. Да, я боюсь, что не так быстро, как хотелось бы мы с вами перейдем к багажному отделению. Хотя, наверное, здесь все будет взаимосвязано. Я так полагаю, что мы из салона как раз перейдем в багажник. Так, минимум, минимум четверть у нас на повестке дня. А вот что максимум, мы сейчас с вами посмотрим. Продолжим с водительским дверным проемом. Передняя стойка преподносит нам очередной сюрприз. Посмотрите на формовку, как с завода должна выглядеть стойка. Ну, по крайней мере, на вот этом отрезке. И посмотрите на этот фрагмент. Во-первых, чисто внешне отличается. Во-вторых, нарушен заводской герметик. Присутствует, судя по всему, шпаклевка. И посмотрите разность высоты. То есть вот этого элемента, высота, она несколько различается. И если сделать вот так вот, это просто замечательно. Вы не можете это ощутить, но вы можете на это посмотреть. То есть стойка резалась именно в этом месте. Снимем уплотнительную резинку из дверного проема. Замечательная находка. Помните, буквально минуту назад я вам сказал, что в заднем дверном проеме есть двойная точка. Друзья, я спешу вас обрадовать. Хотя не знаю, обрадуется ли владельцы этого автомобиля. Но на передней стойке есть тройная точка. То есть вот в этом месте точку нарисовали три раза. Да, минимум три раза в одном месте. Наверняка, чтобы так покрепче скрепить. Вот. Так, ну, где у нас вот здесь вот входит шов, да, как мы с вами определили. Возьмем для начала зеркальце, для того, чтобы убедиться своих... А, вот зеркальце вставил и накладка стойки сама выпала. Сама выпала, но раз уж так получилось, смысл использовать зеркало, можно просто посмотреть. Вполне предсказуемо стойку пересекает шов. Кстати, вот в этом месте шпаклевка уже полопалась. Пластиковые пистоны покрашены, войлок покрашен в красный цвет. Так, что-то у нас... А, вот так вот. Вот так вот можно снять накладку стойки. Замечательно. Размах меня просто впечатляет. Размах ремонта. Кстати, вот в этом вот месте тоже деформация. Посмотрим под капотом. Кстати, если обратить внимание на колесо, видно, что оно смещено вперед. Причем довольно серьезно смещено вперед. Как бы нам здесь не получить повреждения брызговика, опорного стакана, лонжерона и всего, что только можно и что только влияет на смещение колеса. Раз, два и три. В трех местах поврежден лонжерон. И он не просто погнут. Его оторвало от опорного стакана. Вы знаете, я буквально несколько минут назад считал, что основные проблемы у автомобиля по задней части. Но на фоне передней части задница, она просто меркнет. Ну, хотя пока она еще не успела померкнуть, у нее еще есть шанс наверстать упущенное, потому что под ковриком тоже много всего интересного. Но в трех местах деформированный лонжерон, который даже не попытались выпрямить, не попытались приварить к опорному стакану. И вот в этом вот месте провели так называемый косметический ремонт. То есть в чем заключался косметический ремонт? Просто забрызгали краской и сверху попытались все это дело каким-то мавилем что ли залить. Вообще непонятно чем. Не знаю, может быть даже не пытались. Может так совершенно случайно вышло. Но если посмотреть на переднюю часть, понятно, почему колесо настолько сильно смещено к фаре. Давайте, ну я честно говоря даже не знаю, что предложить смотреть дальше, потому что интересно все. Абсолютно все интересно. Давайте для сравнения, ну хотя бы, хотя бы по пассажирской стороне посмотрим. Кстати, колесо стоит абсолютно ровно. Обратите на это внимание. Тоже бросается в глаза. Снимем, снимем, почему бы не снять резиночку. Замечательный заводской образец того, как должно быть. Мы с вами некоторое время назад смотрели по водительской стороне, как не должно быть. Сейчас вы можете посмотреть, как быть должно. Центральная правая стойка окрашена на заводе. Никаких вопросов к ней нет. И обратите внимание на вот эту замечательную штамповочку с надписью Рено. Теперь давайте буквально на секунду вернемся к водительской центральной стойке. Что-то мне подсказывает, что там этой штамповки не будет. Ну да, так и есть. Штамповки нет, потому что стойка крашена. Это на самом деле очень маленькая деталь. Но эта деталь, как отсутствие либо присутствие штамповки, когда она закрашена, либо когда она видна, может нам сказать о вторичном ремонте стойки. То есть красилась, либо не красилась. Такой вполне себе неплохой маячок для осмотра автомобиля. Но раз уж мы вернулись на водительскую сторону, не будет лишним обратить внимание на шов, который пересекает стойку. Пожалуйста, шов. Соответственно, копаем мы... Ой-ой-ой-ой-ой. Какая здесь красота. Копаем мы с вами с нужной стороны. Пассажирская сторона, она не особо для нас интересна. А вот водительская сторона. А здесь вот действительно есть на что посмотреть. Чего стоит одна лишь сварка вдоль всей крыши? Чего стоит вот этот вот замечательный шов на стойке? Честно говоря, я даже запутался, где и что варилось. Я понимаю, что варилось практически все. И в начале видео я предполагал, что варено задняя четверть. Но на самом деле размах проблемы гораздо глубже. Понятно, что что-то к чему-то приварено. Но нам теперь осталось понять масштаб всего действия. Даже не знаю, с чего начать. Но давайте начнем, например, с такого небольшого, но очень агрессивного разбора водительского дверного проема. Так, раз, два. Последний кусок пенопласта достал. И я хочу заострить ваше внимание. Я пенопласт не ломал. Он был поломан до меня. Поломан и как пазл сложен. Где саморез вкручен? Вот, тем более вкручен саморез. Вы же понимаете, что я не стал бы вкручивать саморез в пенопласт. Вот, поэтому прошу без инсинуации на тему, что Максим в очередной раз разломал кому-то машину. Итак, зачем мы с вами сюда шли? Вот, ровно зачем шли, то мы с вами и увидели. Шов, который пересекает порог. Но кроме того, что он пересекает порог, он точно так же пересекает пол. И уходит вглубь кузова. Соответственно, в сторону центрального туннеля. Посмотрите, пожалуйста, на то, как все это сделано. Обратите внимание на сидение. Как оно прикручено? Оно практически не прикручено. Можно сказать, наживили на два болтика. И поэтому сидение ходит ходуном. Но, кроме того, что оно ходит ходуном, пока я шатал сидение туда-сюда, я обнаружил, что отсутствует некого рода упругость в спинке сидения. А почему здесь должна быть упругость? Совершенно верно. Потому что здесь должна быть подушка безопасности. Что-то мне задается, что подушки здесь нет. Попробуем заглянуть вовнутрь. Тут как-то тяжко идет. Но нам же туда очень надо попасть. О, пошло. 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 Ну, и что я говорил. Какая-то хрень трубочкой закрученная и вставленная. То есть, вот такая вот прокладочка. Вы знаете, друзья, обычно я привык видеть хотя бы муляжи. Но это даже не муляж. Это просто за гранью добра и зла. А, ну, кстати, чем же не подушка безопасности? Она же с воздухом все-таки. Она даже щелкает в случае чего. А, ну да, кстати, я скажу, что Максим испортил подушку безопасности. Действительно. Может быть, хотя бы пощелкает в случае чего. А вот и... А вот, собственно говоря, здесь какие-то ошметки, лохмоти. Ну, да ладно, не будем на этом акцентировать внимание. Так, засунем. Может быть, когда-нибудь кому-нибудь пригодится. Конструкция-то по-другому предусмотрена была. По крайней мере, мастером, который делал. Ладно, потом застегну. Сейчас световой день короткий. Так. Раз. И, пожалуй... Так, а где два? Два будет с той стороны. Два будет с этой стороны. Замечательно. Замечательно. Товарищи, у меня вырисовывается картина того, что произошло с автомобилем. Для того, чтобы вам все это наглядно показать, нужно будет еще вытащить вот этот вот войлок. И заострить ваше внимание. Так, все это мне здесь мешает. Заострить ваше внимание на следующих моментах. Первое. Где-то вот в этом месте, мы сейчас с вами точно поймем, где именно, но где-то именно здесь проходит шов. И посмотрите, пожалуйста, на пол в ногах заднего левого пассажира. Приподнимаем пол и видим дырку. Дырка в полу. Скорее всего, забыли вставить заглушку. Сомневаюсь, что это для какого-то дренажа, либо для вентиляции. Я думаю, что это просто недоработка мастера, который ремонтировал машину. Но и общее состояние пола в ногах заднего левого пассажира, состояние порога, состояние пола под сидением, оно не оставляет абсолютно никаких шансов этому автомобилю. И для того, чтобы круг замкнулся, я смог сделать выводы. Осмотрим багажник, и я вам расскажу ту картину, которая нарисовалась у меня в голове. Та же самая ситуация, что и с водительским сидением. Но ладно, уже не будем заострять внимание на таких мелочах. Нас интересует пол багажника. Ну что, друзья, я готов сделать выводы. И выводы весьма неутешительные. Ситуация выглядит следующим образом. Для начала посмотрите, пожалуйста, на пол багажника. Просто как все это выглядит. Посмотрите на нахлёст панелей кузовных. Как одна панель крепится к другой панели. Посмотрите на точечную сварку, на отсутствие точечной сварки, на сроченные кузовные элементы. Пожалуйста, на вот это вот место посмотрите повнимательнее. На вот это вот место. И увидев все то, что я вам сейчас показал, у меня не осталось абсолютно никаких сомнений. Значит, ситуация выглядит следующим образом. Шов входит вот в этом месте. Он пересекает пол багажника. Переходит под заднее пассажирское сидение. Дальше. Дальше шов проходит вот в этом месте. Тем самым, тем самым срезается весь пол багажника. Вместе с корытом под запаску срезается весь пол багажника. Срезается верхняя часть пола под задним сидением. Вот эта вот часть вся срезается. Шов ныряет вниз. Проходит вдоль центрального туннеля. И выныривает, как мы с вами видели уже, в районе водительского порога. Соответственно, машина резалась и варилась не четвертью, не половиной. Она резалась и варилась такой вот сложной буквой Г. Вот знаете, в Тетрисе есть такая фигура, вроде похожа на букву Г, но такая более сложная. Здесь та же самая ситуация. И интересна машина тем, что она резалась и варилась фактически по диагонали. То есть обычно четвертями режут, половину так, половину так, а здесь по диагонали. Отрезали часть машины, выбросили, потому что, скорее всего, она была просто в мясо. И оставили, соответственно, оставили правую часть, потому что именно на правой части под водительским сидением, под пассажирским сидением, прошу прощения, располагается номер кузова. И я думаю, что именно вот к этой половинке подобрали вторую половинку. Машина мне понравилась. Ну как понравилась? С профессиональной точки зрения она интересная. На ней действительно можно показать какие-то моменты, учитывая которые при покупке автомобиля можно избежать подобного хлама. То есть можно не налететь на покупку такой машины. Чего только стоят нарисованные точки, вылепленный герметик. То есть автомобиль реально со своей изюминкой. Если вам интересно посмотреть, сколько стоит автомобиль с изюминкой, без изюминки, и вы вообще хотите понять, сколько по рынку стоит Renault Sandero Stepway, вы можете перейти на сайт Автору. Да что там можете. Обязательно переходите на Автору. Для вас специально оставлю ссылку в описании под видео. Нажмете ссылку, перейдете на Автору. И посмотрите, сколько по рынку стоит на сегодняшний день подобный автомобиль. Что продается в свободной продаже, что такое низ рынка по этим автомобилям, что такое верх рынка. И, кстати, можете в комментариях предложить свою цену за сегодняшний автомобиль. Он не продается, ну, по крайней мере, до начала съемки. Его никто не думал продавать, потому что его буквально недавно купили. Но вот лично мне просто интересно понять, вот за сколько при прочих равных вы, например, согласились бы и согласились бы вообще купить подобный автомобиль, у которого по диагонали варен кузов, у которого вместо подушек безопасности какая-то упаковочная лента с маленькими пузырьками, гнутый лонжерон и так далее. Ну, всегда же говорят, что у всего есть своя цена. Вот если в белую покупать, было бы просто интересно послушать мнение общественности. Друзья, на сегодня, я думаю, мы закончим. Если у вас есть какие-то интересные автомобили, вы купили машину после небольшого ДТП, либо у вас закрались сомнения, что у автомобиля все в порядке с пробегом, либо вас, не дай бог, завернули на регистрацию в ГИБДД, все дороги ведут ко мне на канал. Пишите, звоните, присылайте фотографии, пишите свои истории. Самые интересные и яркие из них обязательно окажутся на моем канале. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Всем пока.